Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя». Но о сферном мировоззрении. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно приобрести, будет под публикацией. В прошлой публикации мы остановились на том, что видят люди, у которых якобы пробуждается память о прежних жизнях, и коснулись того, какие это открывает возможности. Но мы остановились на этом на конкретных примерах. Теперь же давайте попробуем рассмотреть общую картину. Рэмонд Моуди установил у людей, якобы вспоминающих прошлые жизни, в видениях, вернее этих людей, ряд общих особенностей. Вот каковы эти особенности. Картины при регрессии кажутся уже знакомыми. Возникает чувство, что ты это именно вспоминаешь. В общем, классическое дежавю. Ты вживаешься в образ человека, воспоминания которого ты якобы тоже вспоминаешь. Хотя очень часто все обстоятельства не совпадают. Может меняться даже пол. Правда, это бывает крайне редко. Интересно также, что в ходе таких видений может изменяться точка зрения, в том числе и импульсивно. Ты можешь быть и активным участником событий, и просто наблюдателем. Когда происходит полное вселение в личность человека, которого ты видишь, ты начинаешь переживать его чувства. И чувства могут быть очень сильными. Это, кстати, неплохо показал Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы». Эти чувства могут привести к психическим расстройствам, а то и к смерти. Но это тоже случается крайне редко. Видения, как правило, визуальны. И они очень яркие. Они намного ярче обычных сновидений. Слышат происходящее и чувствуют запах реже. Нередко после регрессии у человека улучшается душевное состояние. Находят выход, накопившиеся в прошлом эмоции. Бывают также случаи, что улучшается и физическое состояние. Но это тоже происходит редко. Большинство прошлых жизней – это жизнь простых людей. И, как правило, жизнь очень нелегкая. Впрочем, это понятно. Жизнь вообще нелегкая штука. Вспомнить, что в прошлой жизни это был выдающимся деятелем истории, удается крайне редко. С каждым сеансом введения в состояние регрессии осуществить все легче. Что это такое действительно память о пришних жизнях или проявление других неведомых свойств подсознания, пока не знает никто. Рэймонд Моуди в указанной книге «Жизнь до жизни» сказал, что если бы ситуацию с введениями прошлых жизней рассматривал суд присяжных, то он бы вынес вердикт в пользу того, что это действительно память о прежних жизнях. Но я должен отметить, что все здесь сложнее и существенно сложнее. Например, на Западе уже неоднократно проводились коллективные сеансы регрессии, в ходе которых с гипнотизером работает несколько человек, ну а то и несколько десятков человек. Так вот, в ходе таких сеансов люди видят одинаковые картины. То есть у них всех, так сказать, пробуждается память об одной и той же прежней жизни. Есть, кстати, здесь еще нюансы. Более того, здесь есть очень интересные нюансы. Но обдумав, я пока решил на них не останавливаться. Думаю, мы как-нибудь поговорим об этом совершенно отдельно и в другом контексте. Касательно же того, что в ходе коллективных сеансов воспоминания о прежней жизни, как правило, одинаковы, то индуизм на этот вроде бы курьезный вопрос ответил давно. Йоги и тантристы считают, что в ходе таких сеансов мы можем как вспоминать свои прежние жизни, так и так сказать подключаться, как это называется в индуизме, к небесной хронике Акаши. Это, так сказать, что-то вроде естественного интернета, существующего на нашей планете с незапамятных форм. Иван Ефремов, кстати, остановился на этом романе «Сейчас быка». Вот как он написал об этом. Существование психической атмосферы стало известно еще в эре, когда один из величайших ученых Земли Вернадский назвал ее ноосферой. За тысячи лет до Вернадского к понятию ноосферы приблизились древние индийцы. Они дали даже более полное определение. Небесная хроника Акаши, она включала как бы историческую запись событий на планете, отражала чувства и достижения искусства. Вернадский считал ноосферу наполненной только нужными идеями и фактами, то есть информацией одной лишь науки. И лично мне указанное объяснение индуистов кажется исчерпывающим вполне. Но есть еще один вопрос. Ряд ученых убеждены, что данные видения просто внушаются тем, кто проходит такой сеанс, гипнотизерам. Это почему-то считается очень веским аргументом против того, что в ходе самоанализа действительно восстанавливается память о прежних жизнях. И настоящих ученых, как они сами себя называют, здесь нисколько не смущает, что в ходе таких сеансов может восстановиться знание иностранных языков, которые ты в этой жизни не изучил. Если ты вспомнишь, что жил, скажем, в Англии. Но, впрочем, об этом я уже детально рассказал в прошлых роликах. Именно этот аргумент, а на мой взгляд, именно аргумент в кавычках, заставил американского исследователя Яна Стивенсона провести ряд изысканий в этой области, продолжавшихся несколько десятилетий. С целью этот указанный аргумент опроверген. Но об этих исследованиях мы поговорим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok